Вы как раз затронули тему визита лидера КНР. Президент Путин заявил по итогам переговоров с Синь Цзиньпинем, что какие-то положения мирного плана Китая можно принять за основу регулирования конфликта на Украине. С какими именно положениями, согласно России, от Киев предстоит доработать? Ожидает ли они, что в скором времени может начаться обсуждение этих положений с украинской стороной? И можно ли сказать, что Петин выступает посредником возможных переговоров? Ну, я, знаете, что хочу сказать. Я уже прокомментировала эту часть, вот буквально отвечая на предыдущие вопросы. Я хочу обратить ваше внимание, когда вы говорите относительно того, как дальше будет идти работа там над китайскими предложениями, вы не забывайте, что от них уже отказались те, кому они были адресованы. Мы еще даже с китайскими друзьями не успели пройтись по этим пунктам, как уже на Западе не один день кричали, что и план не нужен, и обстановка не та, и нужно больше вооружений поставлять, и ни о каком мире-перемирии не может быть и речи, и все решится на поле боя, и обязательно Россия должна проиграть, чего никогда не будет, и все это прекрасно знают, поэтому так много кричат. И давайте еще в завершение поставим туда киевскому режиму снаряды с объединенным ураном. Понимаете? То есть как можно прорабатывать то, от чего уже та сторона, которая должна была стать в том числе и рецепиентом подобных предложений, отказалась? Причем отказалась бесповоротно, не оставляя никаких возможностей для обсуждения этой темы, проявляя, на мой взгляд, чудовищное неуважение в отношении Китая и тех китайских партнеров, которые работали над этим документом. Всегда, наверное, вы прекрасно понимаете, особенно дипломаты могут найти нужные, правильные слова для корректной формулировки неактуальности обсуждения той или иной темы. Вы посмотрите, в какой хамской манере был поднят, в общем, на смех, и был просто подвергнут какому-то астрахизму китайский план западниками. Политологи, журналисты, главы внешнеполитических ведомств во многих государствах, непосредственно лидеры этих стран, главы государств, я не знаю, как на каком-то, знаете, черном рынке, вот так вот я бы с этим сравнила, галтели, кричали, обзывались, хихикали, гоготали и как-то уничижительно относились к этим предложениям. Это говорит об их уровне, это говорит о, так сказать, уровне падения их отношения к профессии дипломатии. Я сейчас про аналитику вообще не говорю, поэтому тут что можно говорить? Мы высказывали и благодарность китайской стороне неоднократно в публичной сфере, в том числе за подобные проявления, так сказать, их желания стать миротворцами, посредниками, модераторами. Ну, дальше уже вопрос китайской стороне, как она себя видит. Мы всегда говорили о том, что уважительно и с благодарностью относимся ко всем, кто выступает на стороне мира для того, чтобы внести какой-то свой посреднический склад в возможное урегулирование. Выслушивали разные идеи, налаживали, так сказать, какой-то контакт для того, чтобы и, высказать слова благодарности, может быть, что-то там, не знаю, уточнить, по-разному было. Сейчас я говорю не только об этой ситуации, но вы понимаете, что работа над подобными или аналогичными и документами, проектами, предложениями ведется исторически по разным темам. Всегда это можно сделать нормально. Ну, вы понимаете, вот здесь тот самый исторический момент, когда Запад занимается просто саморазоблачением. Когда на фоне того, как две великие державы произносят слова о конструктивном взаимодействии, эффективном сотрудничестве, мире и стабильности, они заявляют о необходимости поставок еще больших вооружений, соответственно, новых жертвах и большем кровопролитии. В СМИ появилась информация, что Турция приостановила транзит санкционированных западом товаров в Россию после растущего давления США, Европы на Анкару. Есть ли какая-то информация у Москвы по этому поводу? Если да, то ведутся ли какие-то переговоры с турецкой стороной по этому вопросу? И кто теперь? Да, я 16 марта уже касалась этой темы. Этот комментарий актуален. Мы сходим из того, что динамичный доверительный диалог между Россией и Турцией обеспечивает условия для обсуждения любых возникающих вопросов, в том числе и в затронутой вами сфере. Я могу подтвердить, что наши профильные ведомства находятся в плотном контакте. Спасибо. И последний вопрос. Несмотря на заявляемую приверженность Баку-Еревана к мирному процессу, напряжение между сторонами все еще остается и до сих пор только нарастает. Не считает ли в Москве, что вопрос по армянно-азербайджанскому регулированию уперся в тупик? Вы знаете, у нас действительно вызывает обеспокоенность нарастание враждебной риторики и увеличение числа инцидентов на Горном Карабахе, неготовность сторон к поиску компромиссов по регулированию ситуации вокруг Лачинского коридора. Мы исходим из того, что альтернативы мирному процессу нет. В этом мы решим и переподтверждаем свою позицию. Мы призываем стороны к сдержанности в заявлениях, к сдержанности в действиях, к возобновлению переговоров по всем трекам рамяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границ, подготовку мирного договора, проведение встреч общественников, парламентариев и так далее. Спасибо. К вопросу, знаете, часто задают вопрос, может быть, сегодня будет, но постоянно, как вы оцениваете вовлеченность Запада, Евросоюза в нормализацию? Вот как только они появились, сразу появились масштабные проблемы. И за всеми словами о мире и желании помочь, мы видим на ситуации реальной, совершенно обратное и противоположное заявлениям Запада. Вот еще один дополнительный штрих к общей картине. Ну вот сегодня, извините, пожалуйста, вот Энтони Блинкен сегодня заявил о том, что может в скором времени между Бакой и Ереваном может быть подписан мирный договор. Вот как в Москве оценивают возможность в ближайшем времени подписания мирного договора? Давайте будем все-таки комментировать состоявшиеся события, комментировать перспективы. Очень многие гораздо, но все-таки мы исходим из того, что сначала должно это свершиться, а потом уже нужно будет и можно будет это комментировать. Вы всегда, знаете, мы открыты комментарием, но пока комментировать просто нечего. Спасибо. Так, идем... Можно вопрос? Да, а кто это? Это Павел Панов, Урару. Да, пожалуйста. Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента намерена к июню подготовить некую стратегию по региону Черного моря, включающую политические и экономические компоненты. А как в МИДе это оценивают? Еще раз, кто заявил? Блинкен. Я понимаю, в МИДе, а кто заявил? Госсекретарь США. Еще, просто вас плохо слышно и совсем не видно. Значит, госсекретарь США... Еще раз, посмотрите... Да, заявил, что администрация президента Соединенных Штатов надеяна к июню подготовить стратегию по региону Черного моря, включающую политические и экономические компоненты. Так. Вот. Он не стал раскрывать, типа, что... Как это в каком компоненте будет, но как МИД России на это может реагировать? Это, вы знаете, пока говорить просто невозможно, потому что, если даже сам госсекретарь США не раскрыл смысл своих собственных инициатив, как можно нам это комментировать? Я единственное, что могу сказать... Раньше все-таки считалось, что США не является причерноморским государством. Возможно, в их сознании что-то поменялось. Возможно, они полагают, что киевский режим им такую возможность уже обеспечил, но в нашем понимании все-таки они не выходят к Черному морю. С другой стороны, мы видели неоднократно попытки Соединенных Штатов разрабатывать так называемые планы для тех регионов мира, в которых они не представлены никаким образом, ни исторически, ни фактически, мало, практически не припомню, чтобы где-то это все за последние годы, десятилетия срабатывало позитивно. Но это такой, знаете, теоретический ответ, потому что практически здесь комментировать нечего. С этим планом США пока еще свою собственную общественность не познакомили. Поэтому будут какие-то новости, звоните, мы обязательно уточним. Так, с нами ли Москва-Баку? Спасибо вам. Москва-Баку? Спасибо. С учетом того, что вы анонсировали...